Плавание во многом, конечно, базируется на большом количестве китайских товарищей, занимаясь всего в луушу. Ну а сейчас раздел Кёкашина. Максим Бакушин. Его соперник Ван Лин, 23 года спортсменом. Чемпион правительства Лин. Он также задатки высокой работы, хорошей работы ног, прыжковой работы ног. Ну, не надо было так красиво, но очень безответственно начинать этот поединок. Относительно Максима такие вещи не проходят. Очень жесткие руки, очень хорошая работа ног и в голову, в средний сектор. Ну вот, итог этой безрассудности. Я думаю, что три первых поединка, которые выиграли китайские спортсмены, расслабили их внимание. Ну, жесткость, в котором проходят все бои по Кёкашину, конечно, говорят о том, что такие вещи недопустимы. Следующий поединок. Валерий Петрушев и Фин Юнхун. Как раз в продолжении первого поединка, я думаю, что китайцы были настолько очарованными своими тремя победами. Совершенно недопустимые вещи, которые они стали позволять себе по правилам Кёкашина. За что, естественно, были тут же наказаны. Кёкашин самый жесткий вид в виде наборцев. Спортсмены ведут поединок без перчаток. Нет защитных средств. И вот за сдержанностью движения спортсмены в Кёкашине готовят свое тело как для ударной техники, так и, естественно, для защиты. Ну вот, еще вторая победа по правилам Кёкашина. Напоминаю, что для второй победы понадобилось время немного более 30 секунд. Еще один бой. Всеволод Махерев, третий Дан. И его оппонент Чи Фэй. К третьему поединку спортсмены из Китая стали вести себя по благоразумию, я бы сказал. Но техника, которой они прекрасно владеют. Высокие удары ногами. Амплитудный, хороший удар. Они, конечно, производят определенные впечатления на зрителей. Но по жесткости они не могут сравниться с техникой Кёкашины. И, конечно, очень жесткие удары руками. Ну вот, видите, уже китайский спортсмен. Под контролем держит уже средний сектор. Болят уже ноги. Сел это очень опытный спортсмен. Участник турниров, чемпионатах мира. Чемпион России. Участник кубков Айяма, который ежегодно проходит в Кабаровске. И поэтому высокими, красивыми полетами ног его невозможно смутить. Он четко отрабатывает рисунок боя. Средний сектор отрабатывает лоу-кики снаружи и внутренней стороны бедра. И вот уже китайский спортсмен повержен. За это все получают пол очка. И по правилам Кёкашины, ежели до конца первого раунда не изменится счет, то победа будет, естественно, отдана ему. Ну вот, несмотря на это, надо дать должное китайскому спортсмену, он понимает, что он проигрывает частую. Ну вот, порисоваться высокой амплитудой ног, он себе не может в этом отказать. Первый раунд. Победа за Селла Махерёв. И общий счет 3-3. Одним суток.